Доброе время суток. С сегодняшним обзором хотим сделать тест спиртовок и чтобы быстрее нагреется. Оригинальный шведский котелок армейский одинаковое количество воды. Или вот такая вот печка-щепочница сделана из армейского советского котелка и внутри я буду нагревать воду в котелке десантика. Вместе не помощник. Зажигаю из потолки. Интересно что получится из этого дела. Что быстрее пройдет. Смотрим в начало час и семь минут. Второй стоп одновременно подольем. Хорошо. Все поставлено. Я зажигаю спиртовки. С первого раза не зажглась. Все пошла там. Пошло, нет? Да, все горит. В этом тоже. Сейчас надо подождать пока спиртовки выйдут на нужный режим. А пока мы что сделаем. Мы каждую наймем одинаковое количество воды. Мельничка крошки будет вот эта вот. Она довольно большая. Ну в принципе вот фряжка разлилась на две крошки. Одинаковые пропорции. Почти сыграли. Нам для эксперимента пока недостаточно. Ну можем ставить. И будем летать. Пока не разойдет. Сколько понадобится от времени установки до времени закипания. Закрываем. И ждем. Прекрасно. Будильник поставлен уже. Да, будет денег поставлен. Время вышло. Сейчас 10 минут. И будем ждать, как она будет закипать. В качестве второго эксперимента. Опять же ту же самокрошку все-таки поставим. Закипать будет в этой баночке. Налей сюда спирт пока. Давай. Третья спиртовка. Третья спиртовка. Она маленькая. А я найду, чтобы палочку поставить. У меня есть электроды. Пойдется их портить. А так они не войдут, если не сбить. А, подожди. Нет, они могут войти. А они начнут гореть. Не-не-не. Не должны. А так есть пары отверстий больших. Ставь спиртовку и зажигай. Забил ты за спиртом? Конечно. Есть, да? Да. А еще, подожди, там морковину мало. Я думаю, что... Ну, еще чуть-чуть. По тому, как это банка. Какая банка? Это черная. Ты пользуешься чаще всего. Да. Значит, она отклоняет других вещей. Сейчас там было немножко плавно, потому что я немножко пролил. Легче загорится. Вот. Отлично. Так бы всегда было. И вот ставим. Что-то любопытство заставляет меня немножко загрынуть в лоток. Не надо намечить внутрь. Ну, по большому счету, одного электрода хватит. Теперь опять наливаем крошку воды. А, ну, в принципе, да. Это, опять же, шведский котел... Фляга, да. Фляга шведской армии. В отличие от фляжки, которые водовые, она немножко больше по объему. Для чистоты эксперимента мы ставим сюда. Угу. Будем закрывать? Да. И закрываем. Чтобы были все в одинаковых условиях. Вот так закрываем. Шведская фляга, она чем хорошла? Фляга шведской армии. Тем, что ее можно поставить, как один из плюсов по сравнению с советской, вообще армейской. И здесь довольно большой горловина. А так она ничем не отличается. Да, она немножко больше объема. Ну, а вот от десантной фляги наши. Ну, там примерно... Они тоже вроде бы стараются. Нет, здесь литра, а здесь примерно 850-800 миллилитров. Миллилитров. Миллилитра нету. Ну, да. Получается, что эта фляга, она заходит вот в этот котелок, когда в момент переноски. Удобной переноски, да. Для шведских котелок эта фляжка не зайдет. И она отдельное место будет заниматься во время... Да, кстати, вот это шведский котелок. Да. Шведский армейский котелок называемый. Они вместо фляги туда пихают всего чего. Да, вместо фляги туда пихают... Запасные носки. Носки, не носки. Ну, вот это специально оригинальная фляжка для спирта. Угу. И туда ставится внутрь как раз спиртовка. И кто уже что. Может носки даже, может что угодно. Угу. Котлетку. Ну, котлетка, не котлетка. Там спички, там... Ну, пока у нас время есть, мы займемся заготовкой. Давай. Так. А ты умеешь пилить вообще? Пилить? Ха! Слушай, всю жизнь... Сколько в лесах провел. Ну, тогда если не трудно, блин, попилить. Конечно. Вот такими кусочками. Ага. Много кусочков. Ну, сколько напилишь, только выпилишь. Ладно. Надо просто правильно угол все взять. В руке определенным углом. Ага. А ты пока иди рассказывай, как выжить в лесу. Ну, что там выжить? Я потом рассказываю. Ну, опять. Потом расскажешь. Знаешь, как люди с этими просмотрами, они начало увидят, не услышат полезной информации. Сразу же выключат, не досмотрят. Полезная информация. А там интересно, от тебя можно столько научиться, что в воде на лес будут совершенно по-другому смотреть. Ну, что могу сказать, пока я тут идешь. Кто использует разные дорожные наборы, в смысле, ножей, не ножей. Я для себя решил, удобный для меня набор, это вот такой ножик. Скорее, не ножик, а топорик для рубки мяса он был предназначенный. Все время хозяйки пользуются. На каждой кухне такой есть. Ну, и я немножко пошел по-другому к нему. Я вот здесь была заточена. Я еще заточил эту плоскость и здесь. Эту плоскость можно использовать теперь уже как лопатку. Вырыть яму под костер, под еще что-то. Просто ямку в мусор туда скинуть. Эта сторона заточена. Она... Если надо для... Что-то сделать... Траву порезать, камыш, Этим стороной будет удобнее делать. А этой стороной порыбать ветки, кусты и все прочее. Как видим, вот в кружечке огонь разгорается довольно сильно. Но пока не слышал, что все эти конфорки вышли на свой режим. Кстати, вот твой топор очень удобная вещь. Он напоминает маленькое мачете. Вроде и нож, и в то же время ветки рубить замечательно. И ямку выкопать, я говорю, что... А если еще... Здесь есть отверстие. И можно поставить на какую-то палку. И тогда какой-то такой... Побольше топорик будет получаться. Удобная вещь. Вот. Точно. Но я вот, кстати, не встречал таких. Или очень тонкие, или реально массивные, толстые топорики. Мне повезло, я два таких даже нашел. Взял довольно дешево. По-моему, за 2 или за 3 евро получилось. Поэтому, ну, как бы я тут особо... Просто на барахоловках у ребят они продают довольно дешево. То есть, цель я посмотрел хорошая. А чьи это советские? Нет, там какое-то что-то было. Я так сейчас не вижу без очков. Может быть, кто-то увидит, конечно. Ну, не знаю. Ну, давайте посмотрим, что нам. Судя по всему, в этом процессе, в этой гонке за выживание... Лидерство возьмет твоя самодельная печка банка. О которой я расскажу можно чуть позже. Здесь уже... Начинает, да? Ну, и здесь тоже пузырьки пошли. Тут даже не знаю, что... Ну-ка, дай-ка заглянуть. Ладно, а там что? А там? Ну, по сути, одно и то же похоже на что. Здесь нет еще. А здесь посмотрим, как вообще прошло или нет? Ну, вроде как есть. Да, горит хорошо. Может быть, выше поднять? Нет. Сейчас посмотрим, да. Да, наверное, выше поднять. Повыше поднять. Чтоб было... Ну, в общем-то, приятно то, что самодельная печка банка хорошо себя показала. То есть, она не отстает от армейского котелка с его печкой. Да, надо было побольше, потому что тут немножко. Мы это испытываем первый раз, вот эту конструкцию. Поэтому трудно подобрать желаемую высоту. Так, что-то уже закипает, мне так кажется. Кстати, а вот расскажи об удобстве, потому что... Сейчас, подожди, уже поздно расскажу об удобстве. Сейчас надо будет пить кофе, блин. Нет, я просто к тому, что... Да, этот котелок закипел. Смотрим на время. Этот кипит. Этот скоро закипит. Все, это можно снимать. Ого, все-таки он оказался первым. Ну, там может быть у нас проблема. Вот есть такой пламя-гаситель. Надеемся, что он будет работать в данной ситуации. Просто кидать... А ты сам придел к нему эти... Нет, здесь специально было. Там маленькая пертовка была специальная. Вот можно посмотреть. Если тушить сразу крышкой, то она может обгореть резина и не быть вот такой вот. Поэтому рекомендуется все-таки сначала или вытащить резинку вот эту вот изнутри. Загасить, подождать пока остынет и тогда уже вставить резинку. Или чем-то другим тушить спиртовку. Вот у тебя твоя самодельная печка, которая установлена на крышку, она выше уровня земли получается. Это я сейчас скажу почему, это немножко о том будет. Я вот так и думал, что ты об этом скажешь. Потому что не просто так это все сделано. Здесь смотрите, если какой-нибудь сухой лес, и если ставить это на землю, то твоя может быть загореться. Потому что сама по себе спиртовка, она нагревается. И довольно сильно бывает. И второй минус вот этого вот аппарата, я еще буду испытывать в зимних условиях и прочее. Минус в том, что если зиму поставить на снег, то он будет землю греть. Вот эта вот пертовка в этой печке, она уже землю греть не будет. И она больше у меня рассчитана на дрова. И следующий у нас будет этап, это дрова. Вот здесь тоже закипела полная кружечка с водой здесь. Все, хватит пилить. А время засек, да, за сколько? Время у нас там 7 минут, ну где-то 15 минут. Ох, как хорошо кипит, аж крышка подскакивает. Все. Здесь убираем, колышку убираем. На спиртовку тушим. Делай чай уже, хватит там пилить. Да я только два пуска. Вот здесь просто разгорается, потому что мы слишком низко поставили. И поэтому сейчас только начало разгораться. Так, кофе. Вот. Что я хочу рассказать. А вот этот вот агрегат, в котором мы как альтернатива готовили воду, гребе. Здесь просто банка, конкретно это была консерв для собак, большая. Прорезал отверстие для ручки, чтобы кружка туда остановилась. Сделал окошки для подачи воздуха нижние. Здесь тоже, чтобы палочки можно было ставить, только такие на разные уровни. Это можно использовать как печку-щепочницу. Или как вот ставить вот спиртовую горелку или сухой спирт, если он есть. Все, и дальше используем как катим. И как видим, что если бы мы одновременно поставили бы, то еще неизвестно, что первая закипела бы. Или в шведском котелке, при помощи спиртовки, или здесь. Да, потому что она же последняя была, закипела вторая. Ну и сейчас и здесь тоже заканчивается закипать. Все, кофе, кофе, кофе. Вон там кофе, да? Ага. А можно мы это... Нет, не здесь. Да. А может, Том, у нас... Прочитай, что там за кофе. Покажи. Растворимый, сублимированный, с добавлением молотого, стопроцентная арабика. Ну вот, засыпаем сюда. Название замыслово-то? Все, и там закипел. Скажи, когда достаточно? Я не знаю, достаточно пока. И смотрим, здесь тоже все кипит, бурлит. Ну, может быть, этот, сюда поставим. Немножко подогреть. Давай. Они лезут. Они лезут. Они лезут. Куда они лезутся? Закрываем. А, они еще разнятся по диаметру, да? Это маленькая. Размерно. И обращаю внимание, что эта все-таки спиртовка немножко меньше. Вот оригинальная спиртовочка. Это оригинальная со шведского котелка, комплекта, который идет. Это вот китайская, которая. Опах, блин! Вот там. Ну, бывает всякое. Видите? И засмотрелся я на твою спиртовку. Давайте закроем, потушим. Пин с копейным вкусом. Все. Так, хорошо. Все, спасибо за внимание. Будем пить кофе. Может быть, сварим еще что-нибудь? Нет, сварим мы сварим уже по-другому. Сейчас мы поставим сюда, разведем огонь. И будем варить уже еду себе настоящую. Угу. В солдатском, вот в этом солдатском котелке. Да. Ну, это чуть-чуть позже, после того, как мы попьем копья. Ставьте лайки, не забывайте подписываться.